Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. В горах местами плюс 5, плюс 10. Днем 22, плюс 27. В горах местами плюс 15, плюс 20. В Черкесске кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 25-27 градусов тепла. По данным Московской биржи, к началу августа жители Карачаева-Черкесии открыли более 6 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. По сравнению с началом года их количество выросло на 31%. В регионе сохраняется интерес к розничному инвестированию. Число частных инвесторов стабильно растет. Связано это с возможностью получения потенциальной доходности и правом на налоговые льготы, отметил управляющий отделением Национального банка в республике Дмитрий Мещеряков. Однако, как любая предпринимательская деятельность, инвестиции всегда сопряжены с риском, и гарантий доходности и сохранности вложенных средств здесь нет. Поэтому граждане должны принимать осознанные и взвешенные решения в отношении инвестиций. Для защиты начинающих инвесторов с 1 октября брокеры и управляющие компании будут проводить обязательное тестирование, которое позволит оценить знания инвестора и понимание рисков при вложении в ценные бумаги. Получить полезные знания можно на просветительском портале Банка России. Кроме того, актуальные материалы об инвестициях есть в мобильном приложении Банка России ЦБ онлайн. Шахриза Богатырева известный в республике поэт, писатель, переводчик, она много занимается просветительской деятельностью, ведет литературный салон. На встрече с Шерифат Лепшоковой Шахриза рассказала о своем творчестве и поделилась мыслями о состоянии литературы в нашей республике. Шахриза, ты первый в республике поэт, писатель, переводчик с испанского, карачаевского, шведского языков. Много лет ты жила в Северной Европе и странах Карибского бассейна. Встречалась там с авторами, среди которых Великий Маркес. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом твоем периоде и о твоей переводческой деятельности. Очевидно, они были как-то предначертано сверху. Мне действительно посчастливилось пожить в разных странах, много путешествовать. И самое главное – находиться в дорогой моему сердцу литературной среде. Среде, которая обогащает, развивает, расширяет кругозор, ментальность. Ну, собственно, сама ментальность не меняется. Меняется ракурс, меняется взгляд на многие вещи, казалось бы, привычные. И уже ставшие обыденными. С Маркесом я познакомилась, но совершенно случайно. Мой переводчик познакомил меня с ним в Мексике на одном из литературных мероприятий. Это был уже очень глубоко больной человек, который просто из любви к литературе находился на этом мероприятии, скажем так. И видно было, что он пришел через «Не могу», пересилив себя. И вот в этом и есть суть настоящего литератора, настоящего писателя, когда он вопреки всему идет туда, где должен быть. Ты автор замечательных стихов. Камсатов говорил, что весь мир принадлежит поэту. И это действительно так, мы убеждаемся в этом, читай твои стихи. Но я также знаю, что ты ведешь сиреневый салон, в котором открываешь новые имена. Это непросто. Литература Карачаева-Черкесии имеет очень богатое прошлое, достойное прошлое. Но каково, на твой взгляд, его настоящее? Состояние литературы в Карачаево-Черкесии, на мой взгляд, профессионального литературного критика, отручающее. Литература, она существует как отдельные создаваемые произведения, ну, разного литературного и художественного уровня. То есть отдельные произведения, если их собрать в совокупность, возможно, когда-нибудь выльются там в литературу Карачаева-Черкесии, вот, начало 21 века. Но литературной жизни нет. И когда нет литературной жизни, когда нет литературных сообществ, когда нет литературных организаций, школ, где литературных кружков, человек, собственно, даже если желает писать, у него нет, ну, самых алфавитных, самых азбучных знаний. Вот, и он пишет, ну, даже талант не всегда помогает. Вот, в этом я, да, наверное, убедилась лишний раз, когда создала салон. Сиреневый салон, на самом деле, по моему глубокому убеждению, очень нужное явление в литературной жизни Карачаева-Черкесии, вообще в жизни, потому что я поняла, сколько людей хотят то самое сообщество, которое хочу я, которое объединило бы нас, позволило бы жить по закону сообщающихся сосудов. Мы обогащаемся энергией, зарядами друг друга, и это, на самом деле, очень прекрасно. Что делает писатель о писателе? Прямо его образного взгляда на мир и умения выражать эту образность, это ещё его кругозор. А что даёт кругозор? Это, безусловно, путешествие, наблюдательность и начитанность. Человек, который много не читал, который не соприкасался с образностью, метафоричностью другого автора, он никогда не сможет развиваться сам, потому что, ну, невозможно из ничего сделать что-то. И, естественно, когда у человека нет вот этой, нет кругозора, соответственно, и мысль спутная. И он не может её оформить красиво, поэтично, художественно, образно. Есть у нас, да, талантливые авторы, и я не могу о них не сказать, ну, в частности, поэт. Это Артур Кинчишаев, великолепный поэт. Это Женя Черняева, бесподобная у неё поэзия, образная такая прибалтийская, потому что наполовину Литовка. Это Казбек Чигаров, у него вот такие вот эпохальные, я бы сказала, произведения. Что касается писателя самого, помимо, значит, кругозора, у него, да, что касается писателя, помимо его начитанности, кругозора, обширности знаний, ещё вот есть такое вот, такое свойство характера, которое встречается очень редко. И это встречается действительно у великих людей. Души – это широта души. Ну, для меня это очень важная категория. Человек широкой души, великодушный, который не смотрит ни на что, абсолютно, ни на расу, ни на цвет глаз, ни на твою национальность, ни на что. Он просто или видит в тебе талант, способности, или их не видит. Человек великодушный, он будет помогать всеми силами. Мне повезло в моей жизни, я встречала таких людей трижды. Это Белял Лайпанов, это воплощение вот этого великодушия. Это Маркис, с которым мне несколько, немножко пришлось пообщаться. И в последнее время это Любовь Казарновская. И вот таких даже редких, таких редких примеров достаточно для того, чтобы у тебя уже была такая путеводная звезда, на которую ты хочешь ориентироваться. Надо быть таким. И тогда будет литература. Она не делается из каких-то отдельных фрагментов, из каких-то отдельных малодушных людей. Это когда мощное движение, которое включает в себя ум, образование, и вот это вот широту души, эту самую. Это будет тем самым мощным литературным потоком, который может быть через какое-то время обозначится. Это литература Карачаева-Черкесии, этот поток будет назван литература Карачаева-Черкесии начала 21 века. Ты много публикуешься за рубежом, открываешь для испаноязычного читателя мир Кавказа, мир Карачаева-Черкесии, свой Карачай. А какой он для тебя? Являясь абсолютным гражданином мира, я бесконечно предана своему народу и своему Карачаеву, и своему аулу Учкулана. И где бы я ни была, я всегда говорю, я Учкуланская. И те устой, те правила, которые в меня закладывали наши старики, они будут неизменны. Я им не изменяла никогда. Вот устоим карачаевского своего народа. Я им была предана всегда. И я каждый раз убеждалась, насколько у нас великолепные обычаи, когда мне за границей говорили, у тебя имя королевское. Ирис Кумана Рейна, ты сама как будто королева, ведёшься по-королевски. И это было лучшим подтверждением тому, что да, наши исконные карачаевские обычаи, они великолепны. Что касается, на какой языке я пишу, и свободнее изъясняю свои мысли, я хорошо говорю на карачаевском языке, но литературный язык, письменный, я пишу только на русском языке. На каком я думаю, я думаю на карачаевском языке, естественно, будучи абсолютно карачаевкой. Но оформляю я эти мысли лучше по-русски, русским языком, который люблю бесконечно, потому что это очень богатый, очень оттеночный язык. Как раз мы заговорили о языках, но я люблю испанский язык, потому что я люблю испаноязычный мир. Он мне более понятен. При всей своей закодированности латиносы, ну, трагическая история их научила так вот внутренне кодироваться, они при всем при этом читаемы, потому что они южане, они выросли под южным небом, я тоже южанка, я как-то их на каком-то вот таком, я не знаю, климатическом что ли уровне чувствую. Они доброжелательны, они вежливы, вопреки всем стереотипам, вопреки расхожим фразам. Ну, собственно, рисуют же страшным Кавказ. Хотя таких открытых людей, как на Кавказе, люди всех национальностей, я не встречала нигде. Мы улыбаемся душой. Мы можем откликнуться всей душой на доброе слово. Искренне, мы искренне. Вот. Мексика, Мексика — это моя душа. Собственно, вот здесь скажут. Моё сердце принадлежит короче. Моя душа — это Мексика. А вот ум рациональный, прагматичный, он, конечно, будет принадлежать Швеции. Собственно, об этом я и писала в одном из своих эссе, который называется «Будни велосипедиста». Вот. И вот проведя эту параллель, я как-то вот сама для себя поняла, собственно, нет ли у меня вот такой расстроенности. Нету, ну, от слова «троиться». Я не троюсь, не двоюсь. Это у меня очень органично вот в этом троемирии. И так получилось, что да, эти «Будни велосипедиста» перевели в Мексике и в одном очень известном журнале электронном, сейчас это выходит книгой, и там писатели 130 стран мира. И это очень приятно, когда среди этих писателей со всего мира стоит там Шахриза, Боготарёва, Россия, Карачаева, Черкесия. Ну, я не идеализирую, я не сторонник того, чтобы идеализировать своё прошлое, вообще сделать из него какой-то культ, не сторонник идеализировать вообще нашу жизнь, потому что я её знаю со всеми плюсами и минусами. Но вот рассказать о том, что кавказцы, вот нашу особенность, у кавказского человека очень много положительных качеств. Вот это я хочу, Мера, у нас широкая душа, мы великодушны, вбитая с детства мораль и карачаевского народа, и кавказская мораль, и русской литературы, которая отличала высокая целомудренность. Русскую литературу отличает высокая целомудренность. Вот. Но писатель, он не может быть равнодушным, потому что он через все свои фибры пропускает. Он совсем иначе устроен. Вот там уже где-то было так вот, когда он только там появлялся и во Вселенной, там где-то он был задуман, он уже был задуман таким, с такой вот все-чувствующей душой. И рассказывая о Кавказе, я буду говорить только о хорошем, потому что есть у нас много чего хорошего. У нас мужчины, мужчины, вы понимаете, очень мало маскулинности осталось в мире. Это ужасно. Это ужасно. И только даже раздражаясь в виде своих соплеменников, я вижу в них мужчин. Я не вижу бесполых существ, от которых просто сжимается душа при виде которых. Вот. Я буду рассказывать о том, как бесконечно мудры обычаи наши, не только карачаевские. Народ без мудрости не был бы народом. У каждого народа есть своя вековая мудрость. Я говорю о карачаевской, потому что я росла в этой среде. В этом величайшая ответственность писателя быть летописцем своего времени, быть критиком и быть проводником в будущее. И это ему дается зачастую. Он проносит через века. Спасибо. Спасибо тебе большое. Как прикоснуться к Греции, не выезжая за пределы родной республики? Это вполне возможно, ведь у нас есть собственный островок потомков древних эллинов. И, кстати, не один, а целых два. Но сегодня мы отправимся в Спарту, где до сих пор мифы древней Греции передаются из уст в уста на чистейшем греческом языке. В гости к 300 спартанцам отправилась Фатима Даурова. Сегодня мы приехали в гости к потомкам понтийских греков, которые обосновались здесь, в Карачаево-Черкесии, во второй половине 19 века. Сначала они заселились в селе Хасаут-Греческом, недалеко от станицы Кардоникской. Село же Спарта, где мы сейчас находимся, образовалось чуть позже. И сейчас нам предоставляется уникальная возможность вместе с вами познакомиться с укладом жизни потомков древних эллинов. Вот и узнаем, что они нам интересного расскажут о себе. Греки, беженцы, новой волны из Трапезунда и Карса основали второе село, дав ему имя в честь легендарного государства на Пелопонессе. Долгое время здесь жили только греки. Сейчас состав населения многонационален. Есть смешанные семьи. Но мы отправляемся в гости к традиционной греческой семье, где до сих пор все ее члены разговаривают на том же языке, на котором когда-то говорили Александр Македонский, завоевавший полмира военными походами, и древние философы Сократ и Диоген. Греция дала миру в наследство изысканную античную цивилизацию и культуру. Дружная и большая семья спиридониди встречает нас по обычаям спартанцев. Здравствуйте! 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 Пожалуйста, гости. И вот это одна из, наверное, традиций, что гостей всегда встречают кофе. Все, кто приходят, первое, что у нас подается, это кофе вареный, греческий кофе. Во главе семьи Мария Харлампиевна, 84-х лет от роду, многие годы из которых пришлось пережить в ссылке в Сибири, куда был отправлен отец по политическим соображениям. Потеря матери, переезд пяти детей-сирот на Кавказ и счастливый случай, оформление опекунства родной тетей, который помог избежать участия детдомовских детей. Так началась новая жизнь Марии в Спарте. Тяжело было? Конечно, тяжело. Мы приехали в 1947 году, голод был здесь еще. Но ничего пережили, как-нибудь тети нас помогали, родцы детей были, помогали, и мы выжили. Трудности, конечно, оставили свой отпечаток на лице красивой женщины, но блеск черных глаз до сих пор греет всю семью. Она сердце домашнего очага. Хрупкие женские плечи основали крепкий фундамент семьи. Мария передавала знания о традициях и обычаях своего древнего народа. Благодаря ее усилиям и дети, и внуки, и правнуки говорят на чистейшем греческом языке. Зная свою бабушку, она, я даже с детства помню, она очень трудолюбивая. Она у нас как пчелка. Она у нас минуты не сидела. И, наверное, это качество передалось и мне. Как мама говорит, что я копия бабушки в этом плане. Я постараюсь передать этой своей дочке. А в плане традиции, конечно, ну, язык, это самое главное. Танцы тоже постараемся передать. Бабушка учила танцам, да? Да. Любовь к музыке, она у нас и пела. И, конечно же, Мария Харлампьевна научила свою дочь надежду и секретам греческой кухни. И нас приобщили к вкусовым изыскам. Сегодня мы будем готовить два греческих понтийских блюда. Это шерван, это подается на первое, и мантин, как второе блюдо. Блюда эти, конечно, очень древние. Это понтийские блюда, которые вышли еще, наши предки их принесли нам с Турции. Они жили в Турции, вы знаете, да? Оттуда потом они, когда там уже подверглись репрессиям, они оттуда убежали, пришли сюда. И вот эти блюда, они сохранили. Вот как они были в изначальном, вот так они и остались. Вы их готовите в повседневной кухне? Мы их готовим всегда, очень часто. Да, наравне со современными блюдами, которые у нас существуют, мы всегда готовим греческие блюда. Они у нас, как бы, любимые дети очень любят. Мы все любим эти блюда. Значит, сварилась перловка. Многие готовят на рисе, но правильно изначально готовить его на перловке. Вот сварилась перловка. Потом у нас есть такой наш национальный еще продукт, такой национальный, называется пашкетан. Он готовится из сквашенного молока. Ну, вот у нас на Кавказе говорят айран. Да, Это вот квашеное молоко, кисломолочный продукт, который варится, потом ссаживается, получается такая густая масса, которая хранится потом. Вот раньше наши бабушки, мама моя так делала, они все это вот готовили и всю зиму хранилось. Зажарка делается, масло сливочное и мято. Мято, особое, сушеное мято, аромат. Сушеное мято, которое мы заготавливаем сейчас летом и вот у нас она как бы долго-долго хранится. Тоже на сливочное масло и мято, и мято. Вот это у нас такая зажарка. Некоторые сейчас на современный лад еще делают зажарку с луком, но изначально это не делалось. Это такой свежий вкус придает, да? он необычный. Знаете, вот описать его не опишешь. Самый верный помощник надежды и в жизни, и на кухне супруг Георгий. Его поддержка. Тот оплот, на котором строится кирпичик за кирпичиком целостности и ее благополучия. А готовкой вас занимается только женская половина дома или мужчины У нас мужчины очень активно участие принимают в готовке. У меня супруг вообще повар. Очень часто он готовит. И как он готовит, наверное, вкуснее мужчин никто не готовит. Он готовит очень вкусно, он готовит разнообразное. То, что касается мяса, мясных блюд, шашлык, люля, что-то это вот его. Греки любят, а главное умеют готовить, превращая национальные блюда в произведения искусства. Главная особенность натуральные экологически чистые продукты, большинство из которых производится дома. Молоко, сыр, сметана, топленое масло, травы и специи. Культура национальной греческой кухни основана на одном фундаментальном правиле. Не нужно усложнять. Хорошее блюдо, по мнению греков, готовится максимально быстро и легко. Мантин, шерван, сирон, пашкетан экзотические названия, с которыми я познакомилась впервые, находясь в гостях у семи спередониди. Они же и рассказали, как проходят свадьбы, где подаются эти же блюда. А чтобы не возникло чувство тяжести от такого разнообразия еды, понтийцы танцуют свои знаменитые танцы. Вот у нас танцы все вот такие круговые. И вот знаете, вот наш один танец, есть омал, который танцуют наши дети, школьники в школах. И когда идут какие-то смотры в республике, этот танец считается, его так и назвали дружба народов. И я даже знаю, президент танцевал, мы видели на видео, да, и все дети, нагайцы, черкесы, русские, все становятся в этот круг и все танцуют. Танец как бы простой, и вот все его танцуют. Именно то, что вот это вот, наверное, то, что держится за руки, все равно это как-то объединяет. И вот танцы у нас, когда вот на свадьбах, у нас круг, 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 там несколько кругов, вот больше, 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 и вот если сверху посмотреть, это просто скопление народа. Так что, дорогие телезрители, кто хочет увидеть большую греческую свадьбу с танцами и вкусными блюдами, приезжайте сюда, в Спарту, здесь вас встретят с распростертыми объятиями, и каждый будет рад вас здесь видеть. Когда все собираются дома, большая и дружная семья Спиридониди не помещается за одним столом, наставленным любимыми блюдами. Внуки, живя в разных регионах большой страны, успевают сильно соскучиться по знакомому с детства вкусу домашней еды. Приготовленная заботливыми руками мамы и бабушки, она всегда остается предпочтительней кулинарных шедевров мишленовских ресторанов. Впрочем, я сама в этом убедилась. Вот сейчас я буду первый раз в жизни пробовать национальное блюдо древних греков, пришедшее нам прямо из Греции, Ширван, которое нам приготовила наша гостеприимная хозяйка Надежда Яковлевна. У меня прям слюнки текут, сколько мы это готовили. Сейчас попробуем, посмотрим. Ммм, очень необычное сочетание привычного кисломолочного вкуса и вот этой изюминки, что придает мята. Это очень вкусно. Нам нужно было продолжить свое маленькое путешествие по Спарте, и поэтому пришлось расстаться с радушными хозяевами. Бабушка Мария, очаровавшая всю нашу съемочную группу, когда вы будете смотреть наш материал в эфире, знайте, что мы благодарны вам за ваше гостеприимство. Долгих лет жизни вам в кругу такой замечательной семьи. Лето, жара, каникулы. Маленькие спартанцы оживляют улицы села. Ободранные коленки, самокат, велосипед. Детвора здесь находит занятия по душе, а некоторые, особенно ответственные, не забывают о книжках. Чем ты занимаешься на каникулах? На каникулах я читаю, занимаюсь русским языком, потом математикой. Слушай, и в школе учиться, когда надо учиться, а каникулы, чтобы отдыхать, как ты отдыхаешь? Я отдыхаю, а когда дожди или мне скучно становится, я пойду, почитаю, что-то сделаю. Проходя по улицам маленького села возникло интересное ощущение. Размеренность это слово точно описывает жизнь таких маленьких поселков, как Спарта. Здесь не встретишь людей, которые праздно гуляют по улицам, каждый занят своим делом, кто-то огородом, кто-то домашней скотиной, кто-то высаживает саженцы. И здесь такое ощущение, как будто время замирает, все идет медленнее. А замирает оно наглядно, старыми, заброшенными домами, покосившимся штакетником, часто встречающимися вокруг. Спарта небольшое село, всего лишь немногим более 200 дворов, и многие из них, к сожалению, пустуют, потому что хозяева уезжают, заколачивают окна, а дворы зарастают травой, вот как здесь. Бывший клуб на 200 посадочных мест кинозалом, теперь местный раритет из советской эпохи. Он отжил свой срок, а замены еще нет. Ну, досуга нет в селе, такого, чтобы куда-то могли молодежь, старики прийти, посидеть, что-то рассказать, услышать, увидеть, где-то красивое, чтобы пару лавочек было, либо там, когда плохая погода, дожди, где-то могли собираться, играть там в те же нарды, шахматы, шашки. Социальных объектов нет. Социальных у нас, к сожалению, нет. Зимой это тоже очень так напрягает. Очень много выходцев приезжают в зимний период времени сюда, в село, на время, на каникулы, на выходные. И вот, чтобы собраться, общаться, чем-то делиться, нет такого места. Мы, как те 300 спартанцев, шутят жители Спарты. И действительно, село маленькое, а проблем много. Кроме разведения домашнего хозяйства, здесь практически нечем заниматься. Предприятий, дающих рабочие места, нет. Раньше, когда действовал колхоз имени Кирова, Спарта процветала. Коллективное хозяйство было сильным, богатым и обеспечивало весь населенный пункт работой и продуктами. А сейчас, в основном, все занимаются натуральным хозяйством, разводят скот, сажают огороды. Простая, но довольно тяжелая жизнь села. Да и домашние питомцы у всех разные. С очень необычными мы встретились совершенно случайно. После знакомства с задорными хрюшками, с зарядом положительных эмоций, мы продолжили свою экскурсию по Спарте. Наше внимание привлекли солнечные блики, отражающиеся от купола православного храма. Он стоит в самом центре села. Сосредоточие духовной жизни спартанцев свято-троицкий храм, который строили всем миром, помогали многие, и даже христиане, которые проживают на Кипре и в Греции. Постоянного священнослужителя при нем нет. Он приезжает время от времени, по необходимости. За территорией ухаживают местные жители. Это Спарта. Такой она нам представилась. Наследие эллинов и заповедник советского прошлого. Интересное сочетание великих эпох. И если вы хотите поближе познакомиться, то добро пожаловать в Спарту. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаева, Черкесия, Адыгехабльский район. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей с Ашимизом Хешковым. Хорошего продолжения дня. До встречи.